Уважаемые участники, мы хотели зачитать письмо Полу Гобла в начале, но там такая вот суматоха, одно за другим были видео выступления, там нельзя было их тормозить. Поэтому зачитаю уже в самом финале. Ну, как вы знаете, Пол Гобла-то известный специалист по этно-религиональным проблемам в Евразии, автор более восьми книг, более сотен статей и так далее. Вот он прислал на этой неделе перед форумом обращение к нему, тут всего полторы странички, быстренько постараюсь зачитать. Значит, называется «Освободить порабощенные нации. Три изменения международной системе, которые внушают оптимизм». Обращение ко второму форуму свободных народов России. В период между 1959 годом, когда Конгресс США принял резолюцию о неделе порабощенных наций, и 1991 годом, когда СССР последовало за советским блоком в небытие, многие думали, что ссылки на нации, жившие при советско-российском империализме, являются просто частью риторики холодной войны. В резолюции 1959 года, напомним, речь шла о нациях, угнетенных коммунистическим режимом. А после 1991 года даже многие из тех, кто поддерживал эти народы, решили, что крах советской системы стал лишь поводом для празднования, учитывая, что большинство из тех, кто был перечислен в первоначальной резолюции, уже добились свободы. И забыли о необходимости продолжения усилий. Более того, многие стали считать, что оставшиеся порабощенные народы не имеют решающего значения для интересов Соединенных Штатов, Западных держав, и эти меньшинства, вероятно, со временем будут ассимилированы. Такое отношение даже заставило некоторых воспринимать не вполне всерьез оставшиеся порабощенные народы в нынешних границах Российской Федерации. В первую очередь, народы и Дель-Урала, и Казахи, и отвергать другие, как слишком маргинальные, чтобы иметь значение. Если бы такое отношение сохранялось и поныне, будущее многочисленных порабощенных наций внутри Российской Федерации было бы поистине безрадостным. И как бы они ни боролись против имперского управления Москвы. Но за последний год отношение Запада к России и к тому, что ее империя, как ее империя угрожает другим народам, международному миру и стабильности резко изменилось. Три из этих изменений дают особые основания для оптимизма в отношении будущего народов нынешнего московского государства. Во-первых, это наиболее важно, что Соединенные Штаты и Запад в целом отделили вопрос о порабощенных нациях от вопроса о коммунизме. И взяли на себя обязательства бороться с империалистическими и другими формами угнетения в целом. В своем правоглашении недели порабощенных наций в этом году президент США Джо Байден выступает в поддержку жертв империалистического подавления, независимо от того, как называют себя те, кто это подавление осуществляет. Декларация американского президента ясно дает понять, что неделя порабощенных наций не сводится к исторической борьбе против коммунизма. Это выступление против репрессивных режимов как таковых. Только три из этих режимов, которые он называет одними из самых репрессивных в мире, являются коммунистическими. Это Куба, Северная Корея и Китайская Народная Республика. Остальные шесть это либо бывшие коммунистические страны, либо никогда не бывшие коммунистическими. Это Россия, Иран, Беларусь, Сирия, Венесуэла и Никарагуа. И не случайно президент США поставил Россию на первое место среди всех этих стран. Не из-за ее коммунистической истории, но из-за ее продолжающегося империалистического поведения. Во-вторых, Байден ясно дал понять, что правительства, которые подавляют свои народы дома, как во всех девяти из названных стран, стремятся продолжать эту же политику и за границей с помощью различных видов репрессий. Вторжение России в Украину лишь самый очевидный пример этого. И в нынешних условиях неудивительно, что американский президент акцентирует на этом внимание. Наконец, и это может быть самым важным аспектом недели порабощенных наций текущего года, Байден заявляет, что американцы не могут оставаться равнодушными к таким репрессиям, будь то внутри стран, между ними и их соседями. Они должны быть солидарными со смелыми защитниками прав человека и демократии во всем мире. В результате путинского вторжения в Украину, Запад теперь ясно понимает, что имперское подавление народов вновь стало острой международной проблемой, которую нельзя игнорировать. «Президент США очень надеется, что этот акцент на порабощенных нациях даст новую силу нашему стремлению жить в соответствии с нашими идеалами, защищая справедливость, достоинство и свободу для всех». Эти слова, опять-таки, относятся не только к коммунистическим или посткоммунистическим странам, но и ко всем. И, в-третьих, Запад теперь осознал, что заявлений различных мировых лидеров о том, что они не коммунисты, потому что допускают капитализм, недостаточно. Главное – это наличие демократии и соблюдение прав человека. Если раньше на Западе кто-то закрывал глаза на положение дел в России, потому что она позволяла капитализму торжествовать, то теперь никто не воспринимает всерьез мысль о том, что сам по себе капитализм – это конец истории и царский пункт демократии. Вместо этого все больше людей в западных и других странах признают, что мир, в котором торжествует капитализм, но отсутствует демократия и верховенство права, рискует впасть в фашизм. Это не меньшее зло, чем то, что продемонстрировали коммунисты. А именно это случилось с Россией при Владимире Путине. В этих новых международных условиях порабощенные нации в нынешних границах Российской Федерации имеют беспрецедентные возможности заручиться поддержкой своих устремлений к демократии, свободе и верховенству права. Одни видят свое будущее как полную независимость, другие рассматривают себя частью трансформации России в целом. Но на Западе есть уже очень много сомнений, что любая Россия может быть в принципе демократической. По этой же причине народы, входящие в Лигу Свободных Наций и другие их коллеги, ныне обретают союзников, которых у них прежде не было, у них не было совсем недавно. И их перспективы на будущее лучше, чем когда было прежде. Пусть ваш форум воспользуется этими возможностями и добьется того, в чем вам так долго отказывали. АПЛОДИСМЕНТЫ